Каждый день социальный работник Елена Мельник приносит подопечным продукты и лекарства, оплачивает квитанции, выносит мусор. Может и прибраться, и еду приготовить. Если есть необходимость, сопровождают в больнице. У Елены 16 подопечных. К каждому она приходит несколько раз в неделю. Среди них и Людмила Капитонова. Раньше она тоже работала соцработником, но сейчас помощь понадобилась ей самой. Недавно женщина перенесла операцию на сердце и из дома не выходит. А ее единственный сын живет в Санкт-Петербурге. Говорит, без помощи соцработника она бы не справилась. С Еленой Юрьевной мы работаем прекрасно. Добрые такие отзывчивые отношения. Мы помогаем друг другу. Очень хорошо, что у нее династия работает. Потому что я вот когда узнала, что у нее есть сын, иногда бывает такая работа, вот знаете, замок заедает. Очень тяжело. Лампочка какая-то не горит. Тоже очень тяжело. Я не могу сама ни вернуть, ни купить. Я ее не могу, потому что я не хозяйственный человек. Ну вот. И вот это, конечно, здорово. Человек сделает, поможет, прикрутит там что-то. И спасибо огромное. Это очень хорошо, что появились в социальной службе мужчины. В профессию Елена Мельник пришла около 30 лет назад вслед за мамой. За добросовестный труд награждена почетными грамотами и юбилейным знаком 100 лет социальной защиты. Говорит, награды – это не главное. А вот хорошее отношение подопечных всегда греет душу. Прикипела уже душой вот именно к людям. Некоторых обслуживаю больше 15 лет. Я к ним прихожу просто как к своим родным людям, понимаете. Они настолько ждут. Мы уже даже знаем какие-то свои традиции. Я знаю их традиции. Они знают даже как-то, что у меня. Вот. Но работа меня очень завораживает, очень вот захватывает. Потому что я люблю общаться с людьми. Я люблю, вот понимаете, делать доброе как бы дело. К примеру, Елены Мельник последовала и сноха, а затем и сын. Теперь уже три поколения самарской семьи трудятся соцработниками. Я решил просто посмотреть, как вообще работает мама. И мне понравилось то, что действительно можно помогать искренне. Меня это очень увлекло. И действительно я могу реализовать свой потенциал. С точки зрения, как грубо говоря, поменять лампочку, либо передвинуть что-то тяжелое, либо принести какие-то продукты, которые человеку необходимы. И это приятно. В Самарской области под опекой социальных работников более 60 тысяч пожилых людей и инвалидов. Каждый из них знает, что в трудную минуту без помощи не останется. Елена Малютина, Константин Головин. События.